...одного вида спорта, которым славен наш край и наш город. Это, естественно, хоккей с мячом. Продолжаем прямую трансляцию из дворца спорта Енисей. Предпоследний предварительный поединок на Страс. Весовая категория до 85 килограммов. Красный антрико Ромеро, представитель Кубы и Хейдари. Динянтрико, представитель команды Ирана. Пока прошло 3,5 минуты поединка и счет 0-0. То есть только еще начинается результативная борьба. Иранскому спортсмену замечание за пассивную борьбу. И Кубинский борец определил, что ему лучше побороться в партере. Испытать свои силы в партере, попробовать провести качественный прием, оцененный прием. Но, однако, он просто имитирует борьбу. Смотрите, вот такой захватка с перекрытой ногой. И возможен прием. Здесь возможен прием. Нет, продолжение не последовало. Остановился Кубинец. Борьба продолжается. Борьба продолжается. Уже пошла последняя минута. Уже вся сборная Кубы собралась возле хрупки Ковра и смотрит на своего представителя Ромеро. Кубинский спортсмен дает достойное сопротивление чемпиону Азии, иранскому мастеру Ковра. Вот сейчас иранец атаковал и взял один балл у кубинского спортсмена. Перевел его в партер и сейчас немного отдышался вот так. Попытается провести прием в партере. Захватил за туловище Кубинца. Если ему накат удастся, то дополнительное время не потребуется. Однако Кубинец, смотрите, как технично вышел из опасного положения. Борцы вывалились за ковер. Борьба переводится в центр Ковра. С минимальным преимуществом пока выигрывает иранский спортсмен. И теперь уже тактика борьбы изменится. Кубинцу нужно наращивать темп борьбы, искать какие-то бреши, слабости. В защите иранского спортсмена. Что, видимо, и попытается сделать Кубинец дополнительное. Уже время звучит гонг. Сдается дополнительное время. Борьба переводится в центр Ковра. Впереди еще три минуты дополнительного времени. Пока с минимальным преимуществом ведет иранский спортсмен. 1-0. Интересная напряженная борьба. Хотя преимущество минимальное. Однако борьба идет. И зрители довольны такой борьбой. Активно поддерживают трибуны и кубинского, и иранского спортсмена. Вот иранец атакует. Красиво атаковал. Захватил ногу. И комбинционно так пытался. Сначала вырвал, а затем посадку сделал. Но и на то, и на другое действие прекрасно среагировал кубинский спортсмен. Вот стоит он, отдав ногу, стоит хорошо. Не уходит просто так на баллы. Смотрите, в опаснейшей ситуации. Вот так вот. Контор прием выполнил. И сравнивает счет. 1-1. Только что я говорил, что кубинский спортсмен прекрасно чувствует себя. Реагирует на обманные движения иранского спортсмена. Мастера. И тут же кубинский спортсмен подтвердил, как бы вот мои слова. Сделал контрприем в труднейшей ситуации. Вышел из опасного положения. Взял балл и счет сравнялся. Стал 1-1. Дополнительное время идет вторая минута борьбы. Вторая минута дополнительного времени. И что-то, что-то, что-то интересное должно случиться. 1-1. И равная-равная борьба. Йоэл Ромеро. Кубинец. Если Куба завоюет еще бронзовую медаль. Если бы выйдет в финал за бронзовую медаль. Это будет уже потрясающий успех на команде. А Алилиза Хейдери, представитель Ирана, иранцам. Не привыкать к победам на чемпионатах мира. Но вот сегодня он сумел взять балл только в основное время. И что-то сейчас поутих как-то немного. То есть сейчас активнее и более красивую борьбу показывает Йоэл Ромеро. А вот успокоился-то. Что здесь успокаиваться рано. Нужна борьба. Обоюдная борьба. Только борьба. Активная. Выведет сейчас одного из спортсменов на призовое место. Вот так вот. Кубинец из опасной ситуации пытался сделать высек. В принципе он мог это сделать. Но смотрите. Насколько он техничен в этой весовой категории. 85 килограмм. Он просто как кошка. Вот так. Вот. В опасном положении. Смотрите. Что? Что дадут сейчас? Да. Одному дают. Два балла. Арбитр дает. Два балла. А второму, значит, уже не засчитывается? Два балла синему. Нет. Накрывание не засчитывают. Не было накрывания, говорят. И только иранскому спортсмену оценивают действия. А в принципе могли дать по два балла каждому. Была задержка на мосту. Долгая задержка на мосту. Но первым был иранец. А как известно, борьба в допустимое время идет до трех баллов. До трех баллов. Это правильная оценка судей. Абсолютно правильная оценка судей здесь. И зря кубинский спортсмен апеллирует к судьям. Здесь, конечно, первое техническое действие провел иранский спортсмен. Накатил. И заработал два балла. Поздравляем. Поздравляем Хейдари с победой. И выходом в финал в группе «Б». Да, он станет соперником в финальном поединке за бронзу для победителя следующей пары. А следующей парой встречаются в красном трико будет бороться Магомед Ибрагимов, представитель Азербайджана. И наш, наш Хаджимурат Магомедов, олимпийский чемпион, чемпион Европы. На этот раз борется лишь в полуфинале за право выхода в финал, где борьба будет проходить только за бронзовую медаль. Вот на ковре появился и Хаджимурат Магомедов, и Магомед Ибрагимов. А нам пока показывают вот этот последний, последний момент, когда накрывает. Да, действительно, первым прием провел иранский спортсмен Алреза Хейдари.